Грамматика английского языка для пятого класса. Значит, давайте с вами разберём темы, которые должны знать учащиеся пятого класса. Конечно, всё это индивидуально. У нетрых обычная школа, у нетрых углублённый, но тем не менее, есть общие темы, которые необходимо знать. Итак, первое – это глагол to be. А именно, форма глагола to be в настоящем времени – am, is, are. I'm happy, я счастлив. В прошедшем времени – was, were. И также – will be. Далее. Второе – have, has. Как сказать утверждение, отрицание и вопрос. Например, у меня есть брат. I have a brother. Также понимают разницу have, has и have got, и has got. То, в принципе, можно сказать I have a brother или I have got a brother. И также для всех форм – утверждение, отрицание и вопрос. Далее необходимо знать основные времена. А именно, к ним относятся present simple – простое настоящее время, past simple – простое прошедшее время, и future simple – простое будущее время. Опять же, необходимо знать для всех форм и время, которое происходит в настоящий момент времени – present continuous. Следует также понимать задние три модальные глаголы, что это такое. И основные, конечно, модальные глаголы must – должен. Я должен сделать это. I must do it. Can – могу. I can do it. Should – следует мне следовать это сделать. I should do it. Could – мог бы. Could you help me, please? И should – следует. You should do it. Тебе следует это сделать. Естественно, необходимо знать также временные указатели для каждого времени, такие как, например, present simple – это always, всегда, usually, обычный и так далее, past simple – yes, today, вчера, last – различные комбинации, last week, last year, ago, future simple – next, next week, next month, tomorrow, завтра. И, конечно, понимать разницу present simple – present continuous. Далее, необходимо знать базовые вещи о прилагательных и предлогах, то есть вообще сами прилагательные, как лексика, там, interesting – интересный, wonderful – прекрасный, и предлоги – in, в, on, на, at, и также устойчивые выражения, такие как, например, at school – школе, yes, at school, at home, at work – на работе и другие. Sorry. So, yes, let's continue. Также обороты. There is, there are. There is – это единственное число, there are – это множественное число. There is a book on the table. Есть книга на столе, or there are books on the table. Также следует образовывать специальные вопросы и общие вопросы. Общие – это, на которые можно ответить yes или no. Например, do you know English? Yes. Do you know Chinese? Это наш китайский – no. Специальные вопросы, то есть надо знать попросительные слова. Косвенные вопросы, потом меняется порядок слов. Ну и, конечно, разницу make a do. Например, make mistake – делать ошибку, дедом ожидания. Необходимо знать местоимения, личные местоимения, I, we, you, they, he, she, it, притяжательные местоимения, my, далее там, по логе your, he, his, her и так далее. И вообще, то есть, тема местоимения. Как сказать, например, я позвоню им. I will call them. То есть, я, мой, мне и так далее. Артикли. Ну, самая основа, что необходимо выделять артикль, разница определенная и неопределенная. Сам, any, конечно, когда мы выделяем сам, да, в утвердительных предложениях, и any в отрицательных и вопросительных. И, конечно, акцент на управописание, чтобы тоже, помимо знания грамматики, было правильное управописание. Как говорится, spelling. Но вообще, конечно, grammar is only one thing. Грамматика – это, конечно, одна вещь – one side. Одна сторона of English. Одна сторона английского. It's important to speak English. Важно говорить по-английски. To understand what other people say, что другие люди говорят. And it's important to have more practice. Важно, чтобы было больше практики. But it's important to have tried. Продолжение следует...